Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будут посылочки из Китая. Давайте начнём с того, что, если вы видели в предыдущих видео, у меня помады. Одна розовая, одна ярко-фиолетовая. Я сказала, что вам покажу. И ещё такая же коричневая есть. В общем, я заказывала это всё на сайте Banggood. Эти помады пришли мне. Вот одна из них фиолетовая. Это она, очень яркая. Это матовые помады. Они не... Будь здоров, зайка. Они не слипаются. Они очень классные. Значит, смотрите, фиолетовый цвет, вы его видели, и такой коричневый. То есть, ну, он натуральный, просто беж, беж такой. Номер 18 беж, а фиолетовый цвет 0,9. Я, кстати, даже фотку вставлю вам, чтобы вы вспомнили, как он смотрится, да. Этим я ещё не красила. Ну, такой мне, кстати, дарила моя соседка. Ей очень нравится. Она говорит, что очень классная матовая помада. И она мне вот такую дарила. Я просто помню, что фирма вот такая была. Поэтому уже даже есть такой отзыв, да, от людей сторонних. Вот эта помада розовая, тоже она была в одном из видео. Я тоже вам вставлю сейчас фотку сюда. Это матовая помада. Она очень классная розовая, шикарно под загар. Единственный косяк, ну, блин, она реально подлипает. Я не люблю, когда липнут губы, знаете, накрасила. Причём я не сразу начала там. Она слипает губы, не знаю. Был у кого-нибудь когда-нибудь опыт, что у вас слипались губы? Как вы с этим справлялись? Потому что кто-то говорит гигиеничкой под низ красить или ещё что-то. Вот я знаю, что гигиеничкой я крашу. Я увлажняю перед тем, как помаду матовую нанести на губы, я увлажняю гигиеничкой. Но я намазала гигиеничкой и стёрла сразу полностью. То есть губы увлажнились, и тут мы наносим помаду, да, чтобы не стягивало. А если она слипается, я не знаю, что делать. Ну, это вообще не очень. Но цвет шикарный, вы увидите, она под загар прям подчёркивает так мой загар. Замечательно. Дальше вот такое вот замечательное зеркало. Я, на самом деле, его много уже где видела. И всё время, знаете, бывает ночью встаёшь, там что-нибудь посмотреть. Или когда уже реально света нету. И вот цвет такой вот, знаете, лампы, вот у меня сейчас две лампочки горят, темновато. Когда что-то накрасится, можно потом выйти на свет и подумать, боже мой, как ужасно я накрасилась. Поэтому я взяла вот такое зеркало. Это такое зеркало трильяша. Оно такое маленькое. Оно раскрывается. Оно вот так вот раскрывается. Вот вы можете видеть, да, что там у меня сейчас. И оно, и оно, оно. Опа, свет. Зажигается свет. И на самом деле свет достаточно яркий. Смотрите, видите, как меня подсвечивает сразу. То есть я увижу все свои косяки на лице. Ну, вообще, очень классно. Мне нравится. И, конечно же, здесь такая есть подставочка. Вот. Регулировать можно разную. Ну, вообще, до конца. И она достаточно удобная. Да, вот так вот раз, раз, открыл и смотришь. Ну, мне это зеркало очень понравилось. Я его давно хотела, давно себе присматривала. Всё никак не брала. Наконец-таки взяла. Работает оно от двух вот таких вот круглых батареечек. Не знаю, насколько их хватит. Может, кстати, у кого-то есть такое зеркальце. Все ссылки на товары я повторюсь, что я оставлю внизу. Поэтому можете не переживать. Просто загляните ко мне под видео. Там очень много всегда интересного. Прям много всего. Поэтому полазите, посмотрите. Я думаю, что-нибудь вам понравится. А, ну и, конечно же, белое. Это в стиле моего всего интерьера белого. Мне кажется, что он даже под интерьер просто так поставил, и раскрыл, как трильяжек. О, Лена подсказывает, что как светильник даже может быть. Да, включила и пошла в туалет ночью. Дальше я взяла вот такую вот штуку. Воды попить. А, воды попить. Да, или в туалет. А чё, ночью люди ходят в туалет. Или воды попить. В общем, следующая штучка, которую я приобрела, давно хотела приобрести, вот такое украшение для волос. Давайте я сейчас одену и посмотрю. Оно очень простое, девчонки. Можно даже самим такое сделать. Но я не люблю заморачиваться, как всегда. Поэтому я всё заказываю. Просто вот. Здесь вот такая вот штучка и шесть, шесть, нет, не шесть, семь. И семь вот таких вот нитей, которые скрепляются здесь вот таким замочком. Всё. Всё это дело вешается на голову. Одна должна быть посредине. Ну-ка, не запутывайся мне тут. Одна должна быть посредине, а три висеть по бокам. И как бы всё держится на одной. Вот так. Раз. Ну, у меня пробор немножко просто в другой стороне. Сбоку всё время. Ну, в принципе, можно там, знаете, на кудре какие-нибудь. Я думаю, что как-нибудь я сниму видео в таком украшении. Мне очень нравится. Я давно смотрела, и когда я видела девчонок в таких украшениях, я прям думаю, блин. Ой. Я прям думаю, ой, я хочу себе такое. Потому что это классно. Так, а чё это, блин? Вот сейчас. Нет, я делала, но всё ровненько было. Может, это вот-вот. А, это, наверное, вот сюда надо. Вот, да. Вот это длинное сюда. Короткие сюда. Ну, в общем, вот так это всё дело смотрится, да? Нравится вам? Всё просто, и тем не менее... И почему-то вот эти штуки везде, где я смотрела, какие-то у них дороговатые цены. Они прям реально стоят денег. Хотя, казалось бы, что здесь, да? Хотя у нас на рынке, когда я ездила и покупала... Вообще их или не было, или они стоили вот полторы тысячи. Я вам серьёзно говорю. Полторы тысячи. Чё ты смешно? А, я не слышала. А я думала, ты смеешься, что я по рынку хожу или чё? Ты такая расхашелка. В общем, вот такая вот штучка, которая мне очень нравится, которую я давно хотела. И, наконец-таки, она у меня... Ну, сзади там. Сзади не суть, как она сзади. Главное, вперёд. Вот. Вот такая штука. Дальше. Что мне пришло дальше? Дальше давайте начнём вот с такой штучки. Я её в пакет положила. Кстати, тоже давно уже присматривала. Думаю, надо взять. И, знаете, всё время что-нибудь ты делаешь, какую-нибудь масочку. Например, тоже масло. Масло для волос, да? Хорошо бы подогреть. Обычно греется масло перед тем, как наносить его на волосы, да? Но можно нанести масло, а потом просто погреть голову. И часто было, когда я крутила волосы или ещё что-то, и нужен был подогрев, я прям хотела себе такую штуку. Я помню, что где-то я её видела. Это вот такая штучка, которая одевается на голову. Здесь внутри она двойная. И внутри такая с дырочками подкладка. Дальше от неё идёт вот такой провод. И сюда вставляется на резиночки фен и включается. Здесь у нас регулируется всё, то есть по головке. Вы, допустим, одели, сделали там всё, да? Одели. Меня так нарядила Лена. Это Lennon Style. А я вот всё порчу вот такой штукой. А чё, так тоже хорошо. Да? Подходит? Серебро в моде. Ну и, короче, включайте туда фен и включайте его. Серебро в моде, Лена говорит. Вот. Я вот так сейчас заставку сделаю. В общем, вот такая вот прикольная штука. Я думаю, что для девочек, которые занимаются бьюти-штуками, которые занимаются бьюти-вещами дома, я думаю, что это полезная будет вещь. Дальше. Дальше у нас косметичка, которая... Вы знаете, всё время, когда я собираюсь куда-нибудь в дорогу, всё время у меня косметички какие-то маленькие и неудобные. Вот очень удобные. Я давно хотела себе взять, опять же, и заказала, увидела. Такая штучка, которая, вот смотрите, вот тебе косметичка, да, зацепил. Всё. Косметичка, косметичка. Но если вдруг ты раскрыл её, ты смог её повесить, а не просто поставить куда-то в бане. В общем, два замочка, розовая, естественно, розовая. Ты её вешаешь вот так вот. И сюда ты можешь засунуть, тут змейка внутри. Ну дай, дай, ну пусть он пополазит. Главное, чтобы не к розетке прослечь. Вот такая штука, она раскрывается. Здесь змейка ставим, сюда мы можем ставить всякие баночки, да. Сюда баночки, сюда баночки, сюда можем что-то поставить. И в итоге очень удобно. Раскрыл, и всё видно, то есть... День. Раскрыл, и всё видно, всё на виду. День, как всегда, мешает, блин, маме. И всё, и так же запаковал. Она достаточно вот здесь вот такая широкая. И я думаю, что много поместится сюда. Так что я как раз еду в поездку. Я очень рада, что это пришло. Мне достаточно быстро перед поездкой. Следующее, что здесь трогает как раз-таки мой малыш, я купила вот такой вот триммер для малыша. Так как малого нужно будет стричь, делать какие-то стрижки. Я сама такой фантазёр, я же бьюти-бьюти-гуру. Бьюти-гуру. Ну я не гуру, я бьюти, но не гуру. Точно не гуру. У меня анти даже примеры какие-то порой бывают. Но я думаю, что я хочу экспериментировать, и малыша своего стричь сама. Как-то играться с ним, чем водить его куда-то. Ну а там посмотрим, может и буду водить. В общем, купила вот такой триммер с разными насадками. Хочу делать ему прически. То есть он, ну, как бы стоит денег. Я не знаю, сколько он на самом деле стоит. Здесь можно купить, но я... Но я купила хороший, я не помню, сколько он стоит, если честно. Полтора тысячи, может быть, вот так. Он вот такого красного цвета. Вот. Включается, выключается, заряжается. Три насадки... Ой, три, четыре насадки. Четыре насадки разные. Потом... Вот это я не знаю для чего, какая-то маленькая штучка. Если кто-то знает, говорите. Может быть, что-то протирать ей? Не знаю. Не смотрела инструкцию еще. Ну, тут достаточно просто. Чего смотреть инструкцию? И дальше здесь есть зарядка для розетки и также в автомобиль. А нет, в автомобиле это другое. Да, это вот отсюда. Также здесь есть зарядка вот для розетки. Единственный момент, что здесь зарядка для розетки. Сейчас я это вот только положу, сейчас сложу. Зарядка для розетки, видите, здесь вот такая. Да, но я в Перуа Мерлен покупала зарядку уже такая, она универсальная для всех стран вообще. И то есть у меня уже был опыт с утюжком. И тоже я долго-долго искала. Только здесь, видите, стандартная идет вот такая, здесь одинаковая. А у меня была... Они тоже были плоские, только одна была шире, другая уже. Это надо было искать. Но вот такая вот универсальная, не помню, сколько она стоит, рублей 400. Она для всего, то есть. И она вам пригодится, если вы любите, заказывайте всякие посылки с кита. В общем, я довольна, жду, когда нам будет годик. Я полностью его постригу. А еще здесь вот такая кисточка, чтобы чистить с двух сторон. Еще здесь инструкция. Давайте посмотрим на каком языке инструкция. Дэй, ну ты вообще... Ты жжешь. Инструкция на английском языке. Русского, конечно, тут нет. Ну, здесь все достаточно просто. Я думаю, что необязательно нам инструкция. Что ж мы... Что ж мы... Не поймем, что ли? Наверное, подушки тут конкретно лежат. Все, мы с вами поймем. И последнее, что осталось у нас, это вот такая подушка, которую тоже я давно уже хотела, потому что у меня частенько с сыном особенно болит спина. Я его потаскаю, потаскаю, потом лягу и просто офигеваю от того, что... И я еще, кстати, не пробовала его. Как раз-таки здесь тоже розетка вот такая. Здесь идет она автомобильная. То есть здесь вот автомобильная такая штука. И розетка в розетку. И вилка в розетку. Соответственно, сейчас мы попробуем. Я включу, что у нас тут, есть ли подсветка, что как. То есть можно машину взять. Очень часто, когда ездите на дальнее расстояние, конечно же, спина не выдерживает такой нагрузки. И хорошо бы ее пропромять. Спина, шея, все подряд. Спина, шея, все подряд может болеть. Так, значит, смотрите. Все, вот мы соединяем. Здесь такой проводочек. Здесь, кстати, можно... Здесь можно, кстати, повесить это на спинку. Соединяем, значит, два вот таких вот отверстия. Одно в одно. И вставляю в розетку. И вставляю в розетку. Так, включили. Представляете, сейчас раз и не работает. Я же не проверяла. Я же все с вами, блин, онлайн. Работает. Я прям вижу, как они крутятся. Я хочу, чтобы они покрутились у меня по спине. Пожалуйста. Пожалуйста, покрутитесь. Все отключилось, да? Рассоединилась? А, вышли. С розетки вывалилась. Так, включаем еще раз. Дубль два. Я такая в раскорячку еще. Ну, блин, вот прям хочется облокотиться. А ну-ка. Короче, классная штука. Я вам серьезно говорю. И что удобно, я помню, что я еще ходила, знаете, где такие большие... Единственное, что здесь без инфракрасного, да? А что она работает? Я ее включаю? Вот. А, здесь разные режимы. Поняли? То есть... Все, три режима. То есть мы включаем. Работает со светом. Крутится, да? Второй раз. В другую сторону пошла. Ага. А третья без подсветки. Для экономии заряда. Наверное. Хотя она же не на батарейках. Не знаю. Что ж такое? Мне уже съехано. Тут камера, блин. Вот. В общем, Малой тут бесится, прыгает, помады мои разбрасывает все. Надо заканчивать уже. Вот. Соответственно, то же самое есть у нас для машины. Да, это я уже сказала. Да, что хотела сказать, что с такой подушкой удобно. Почему? Я раньше брала огромную такую штуку, в которой просто ложишься, да? И она, да, там, по верху, по низу все делает. Но она такая громоздкая. Ее девать некуда. Она мешает. Место занимает. В итоге, представляете, это я жила в Твери. Я ее покупала. В итоге я ее кому-то подарила. Хотя она стоит денег там, да, каких-то. Но я не в Китае заказывала, а так где-то. А подушка такая удобная, что она мало места занимает. Ее можно под любую. То есть, хочешь под ногу, если икры, да? Это мне еще говорили вот люди, куда я ходила, знаете, куда там специальные кресла такие большие у них есть. Вот я там сидела. Они продавали вот такие подушки. Она мне рассказала все преимущества этой подушки. Поэтому я ее хотела себе уже очень давно. Вот. Теперь буду массировать себе все. Все, сына, я иду. Я уже все рассказала. Все рассказала, да. Все показала. Все рассказала. Все, мои хорошие. Надеюсь, видео было полезным. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Я все ссылки, естественно, оставлю внизу. Все покупала на Banggood. Проходите, смотрите. Если что-то понравилось, берите себе. А я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. День. 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 День-день. Ну-ка, что если... Ой. Две дороги, две судьбы Идут в один момент И сегодня я и ты Ведем эксперимент Сто преград, один барьер Железная стена Все равно я верю, что Дойдем Сто преград.